И в продолжении темы, дефицит кадров в реальном производстве продолжает расти. Согласно статистике Центробанка, за первый квартал текущего года только в обрабатывающей промышленности нехватка составляет 28 пунктов, а в логистике, например, 23 пункта. Среди основных причин эксперты называют нежелание молодежи идти в цеха. Между тем и здесь время от времени случаются приятные исключения. Роман Быков продолжит тему. Рабочее утро в цехе одного из железобезонных заводов Твери. Шум, гам, пыль, даже тоже, конечно, присутствуют искры и так далее. Суровая мужская работа. Но кто бы мог подумать, что здесь может трудиться хрупкого интеллигентного вида девушка. Милое интеллигентное лицо с очками в тонкой оправе. Любому постороннему может показаться, что для Светланы Малининой каска, рабочая спецовка и проволока в руках – это какой-то маскарад. Или, как сейчас говорят, косплей. Однако на самом деле все серьезно. Студентка Волгоградского колледжа при Аграрном университете она во время полугодовой паузы в учебе решила не сидеть сложа руки, а подработать. Устроилась сюда вязать арматуру. Я считаю, что самое сложное – это вот именно провернуть проволоку, потому что надо иметь физическую силу. Как раз я вот натренировала за две недели свою физическую силу, и у меня уже лучше получается. В первые дни, конечно, немножко рука болела, но ничего страшного. Не без этого. Наставник Светланы, гренадерских статей арматурщик Родион Викторов, не нарадуется на ученицу. Говорит, что девушка все схватывает на лету. И вообще представительница прекрасного пола на этой специальности большая редкость отмечает Родион. Да и в целом молодежь идет в цеха неохотно. Вздыхает он. Арматурный участок шумный, пыльный, тяжелая физическая работа. Они лучше будут сидеть в офисе за 25 тысяч. Вот Светлана доказала то, что кто хочет, тот работает. Со своим наставником, согласно и Светлана, которая отмечает, что ее ровесников нередко пугают условия труда на настоящем производстве. Однако лично ее все друзья горячо поддержали. Узнав, что эта девушка, выглядящая как преподавательница гимназии, решила заняться вязанием. Но не шерсти, а арматурой. Я не знаю, через кого они там узнали. Такие, Света, ты что, пошла на завод? Я говорю, да. Они говорят, молодец, ну вот это ты умница. Все шикарно. Моя подруга меня поддержала, сказала, что правильно, надо учиться чему-то новому, развиваться. От этого развития Светлана получит вполне материальную выгоду. На заработанные деньги она, среди прочего, купит себе хороший смартфон, который ей очень пригодится по учебе, когда вернется в Волгоградский университет. После девушка намерена работать по специальности техникам-землеустроителям. Хотя не исключает, что вернется и сюда, в этот шумный, но веселый цех, где ее так тепло приняли в мужской коллектив арматурщиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...